Приветствую вас, друзья, в своем новом видео, где мы порисуем и поговорим на одну важную и интересную тему. Рисовать будем акриловыми чернилами. Мне очень нравятся акриловые чернила за их такую версатильность. Они жидкие, как акварель, и очень классно взаимодействуют с водой, получаются очень красивые переливы, переходы. И в то же время они стойкие, как акрил после высыхания, и это дает возможность наслаивать краску и делать очень интересные, добиваться каких-то интересных эффектов. И, собственно, сегодня я буду писать небольшой пейзаж, который я сфотографировала в парке Сент-Джеймс, который вы уже, наверное, знаете по моим видео. Очень люблю там гулять, прекрасное место, тихое, и в один из вечеров там был просто сумасшедший закат, и просто не смогла пройти мимо. Придется рисовать. Рисую я на плотной бумаге, это скетчбук SMLT Art. Очень он мне понравился и размером, и количеством страниц. Плотность у него 300 грамм, если не ошибаюсь, может быть даже чуть плотнее, и достаточно гладкая бумага. Я вообще, в принципе, фанат бумаги без текстуры, поэтому этот скетчбук мне пришелся очень по вкусу. Итак, давайте обратимся к нашей сегодняшней теме. Будем говорить про стиль, про узнаваемый стиль у художника, про то, как найти этот самый стиль, и стоит ли его вообще искать. Когда я готовилась к видео, я пыталась вспомнить, когда я впервые задумалась над собственным стилем, и вообще задумалась над этим понятием, и насколько оно важно для каждого художника, который работает и стремится работать профессионально, а не просто в качестве хобби. Да даже и, в принципе, для тех, кто увлекается творчеством просто для себя. И поняла, что это чувство возникло практически сразу. Я училась работать материалами, я смотрела на других художников и понимала, что есть определенный набор каких-то приемов, определенная приверженность определенным сюжетам, которые делают их творчество совершенно узнаваемым в море остальных. И мне показалось тогда, что это необычайно важно, иметь какую-то такую отличительную черту, которая будет делать тебя тобой в художественном мире. Я думаю, что это чувство очень близко, на самом деле, многим художникам, судя по тому, как часто этот вопрос звучит в информационном поле, как часто его задают другим, и мне тоже. И, если честно, мне кажется, что в какой-то момент это переходит какие-то разумные границы, и вместо того, чтобы, например, посвящать время тому, чтобы, не знаю, постигать натуру, учиться овладевать материалом и как-то все-таки расти в техническом плане, мы начинаем заморачиваться над тем, а как сделать наши работы узнаваемыми и необычными, и особенными. И тогда я задумалась, откуда такая навязчивая идея у художников, почему эта одержимость этим пресловутым стилем так нас бомбит, и почему нам это так важно. Я поняла, что, скорее всего, потому что обладание собственным стилем связывает с коммерческой успешностью художника, с его узнаваемостью в кругах художественных, и не только, и с автоматическим ощущением того, что ты успешный, что ты можешь серьезно действительно преподносить себя в качестве художника, что ты профессионал, что у тебя есть какое-то ядро, вокруг которого строится вся твоя карьера, и ты можешь как бы вкладываться в развитие каких-то навыков вокруг этого ядра, и все как бы будет идти в копилочку, и ты вроде как будешь наращивать этот весь механизм, это все действие, и, собственно, расти профессионально. На самом деле это недалеко от правды, друзья. Действительно, наиболее успешные художники современные, да и, в принципе, традиционные, все обладали каким-то своим, ну, не скажем, совсем неповторимым, но особенным стилем, и какими-то техническими приемами отличались от других, и, собственно, это то, как их работы выделялись на фоне всех остальных художников. Мне кажется, что нет ничего предусудительного в таком желании иметь какое-то вот это вот ядро, вокруг которого мы старались, выстраивали свои технические навыки, и тогда закономерно, собственно, понять, как же это ядро обрести. Я занимаюсь живописью уже пятый год, и, если честно, могу сказать, что сегодня я гораздо ближе к пониманию и к обретению этого ядра, чем была даже год назад или два назад, тем более. Мне кажется, что я многое смогла для себя понять в процессе попыток обретения стиля и, наверное, готова поделиться с вами какими-то своими соображениями. Это не истина в последней инстанции ни в коем случае. Это даже, возможно, не какие-то советы непрошенные, да, во всяком случае. Это просто какие-то мои наблюдения. Если вам окажутся они полезны, я буду только рада. Итак, первое, что хочется сказать про стиль, это что если в данный момент вы смотрите это видео, то, скорее всего, у вас есть доступ к интернету, у вас есть доступ к всей этой базе информационных данных, невероятной, огромной базе всей информации на планете. И это совершенно точно значит, что что угодно, что вы придумаете в плане искусства, скорее всего, не будет чем-то совершенно революционно новым. Сейчас такое время, что идеи буквально витают в воздухе, люди переобуляются с невероятной скоростью благодаря информационным возможностям, которые сейчас есть в мире. И это единое информационное поле порождает просто отсутствие каких-то вариантов иметь совершенно незапятнанное, абсолютно чистое собственное мнение, собственный стиль, собственные какие-то поползновения и техники. И это, на самом деле, утешающая новость, потому что, ура, вам не нужно изобретать велосипед, вам не нужно придумывать действительно что-то такое революционно новое, чего до вас вообще никто не делал. Все, что вам нужно сделать, это смотреть, видеть, впитывать и перерабатывать. Это самое главное, что вы должны сделать, чтобы, собственно, обрести свой стиль. Здесь, на самом деле, огромную роль играет насмотренность. То есть вам надо понять, что конкретно вас привлекает в картинах. И понять это можно только, наблюдая за картинами других художников. У меня в Пинтресте колоссальная подборка художников, которые мне нравятся, которые вдохновляют меня, у которых я, возможно, копирую какие-то приемы или беру себе на заметку, что можно, оказывается, вот так вот подать этот момент, или вот такие композиции бывают интересными, или вот такое сочетание цветов необычное. Собирала я эту подборку очень долго, с самого-самого первого года, как только я увлеклась живописью, у меня эта подборка растет. И очень интересно, на самом деле, наблюдать, как что-то, что вдохновляло меня когда-то четыре года назад, и я считала действительно гениальным и классным, и вообще вот эта вот живопись, вот так бы писать. Я сейчас смотрю на это и думаю, что мне это вообще не близко уже, и это не я, ни как художник, ни как человек. Я вообще не считаю это гениальным и не считаю чем-то из ряда вон выходящим или даже красивым. Это просто удивительная трансформация, и произошла она благодаря тому, что я много работала и много пыталась понять, что же делает моё ядро художественное. Копировать работы было очень полезно, и это помогло мне понять, что не все художники, которые мне нравятся, и стили этих художников, которые мне нравятся, органичны для меня. То есть я могу пытаться их докопировать, но я не могу просто взять и органично сесть и придумать такую картину, или сесть и придумать этот сюжет, или в такой цветовой гамме определённой написать это. И тогда я стала думать, а стоит ли притягивать как бы всё это за уши и действительно стараться эти технические приёмы так яростно перенимать. Или можно просто посмотреть на это, вдохновиться и сделать что-то своё. Так вот, сделать это что-то своё оказалось гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, потому что недостаточно просто взять и переработать идеи, которые ты видишь, выкристаллизовать их, как бы через себя пропустить и положить на лист, и они будут готовы к каким-то классным произведениям или классным хотя бы наборам стилистических приёмов, которым ты можешь гордиться. К сожалению, это так не работает, потому что есть один очень ключевой момент в определении вашего стиля. Это время. Я об этом говорила в своих 10 советах начинающим художникам, о том, что, скорее всего, скорее всего, у вас не получится сразу понять, что вы есть. Для этого нужно время. Даже несмотря на то, что вам уже нравится делать то или это, или вы уже поднаторели в изображении вот конкретно таких каких-то штук или каких-то таких приёмов, или вам конкретно нравятся только эти художники, всё равно нужно время, чтобы вы поняли, что вы есть на самом деле. И, к сожалению, от того, что вы будете работать очень-очень много, в два раза больше, в три раза больше, время не будет идти быстрее, и вы не сможете быстрее пропустить эту всю информацию через себя и выкристаллизовать свой стиль, чем он должен выкристаллизоваться. Это просто процесс. Это как пытаться родить ребёнка не за 9 месяцев, а за 2. То есть это просто невозможно. И просто отпустить эту мысль, особенно если вы где-то в начале творческого пути, и не заморачивайтесь над этим. Я считала, когда, собственно, вот сейчас уже в последние несколько лет, я думала, окей, хорошо, давайте отпустим эту мысль о стиле и не будем его искать, но тогда в какой момент надо действительно задуматься о том, что ты чего-то уже подзатянул с этим, и вообще-то надо уже как-то немножко двигаться в сторону определения своего стиля, даже если ты не хочешь себя особо торопить. Но есть какие-то временные рамки, к которым мы хотим соответствовать, чтобы у нас было время развиться в этом стиле. Не знаю, сделать коллекцию работ, выйти на мировой рынок, стать известным, не знаю, продать свои картины. И я поняла, что на самом деле есть определённый период обучения у каждого человека. Даже если мы посмотрим на художников, которые ходят в учебные заведения, получают образование, они проходят какой-то период, в который они просто погружены в изучение каких-то материй, в изучение разных материалов, попытки понять, что действительно им близко в художном мире. И окей, этот период обучения занимает от четырёх до пяти, у кого-то до шести лет. Я не знаю, просто я не имею художественного образования, поэтому я, честно говоря, не знаю даже, сколько лет это занимает на самом деле. Но подозреваю, что может быть четыре-пять лет, как обычная вышка. Так вот, я решила, что на самом деле нормальным будет дать каждому художнику самоучки, имеется в виду человеку, который не ходит специально в какое-то заведение, чтобы получить образование, хотя бы четыре-пять лет, чтобы понять, что ты из себя представляешь как художник, чтобы понять, куда тебе двигаться и как вот это всё пространство вариантов сузить в какой-то один момент, в одну какую-то точку. И мне кажется, это только честно на самом деле, потому что, несмотря на то, что мы самоучки, ну как самоучки, конечно, мы учимся тоже чему-нибудь и как-нибудь, но тем не менее люди, которые не ходят и не получают профессиональное образование, они тоже учатся, они тоже открывают для себя какие-то эти моменты, и им тоже нужно время, чтобы это понять. И вот я для себя как бы определила вот этот вот временной отрезок, четыре-пять лет, это как раз нормально, чтобы побеситься, поэкспериментировать, попробовать разное, не притягивать себя за уши ни за какие там сюжеты, ни за какие специальные техники, стили и так далее, а просто побеситься, попробовать всего разного, чтобы в какой-то момент прийти к чему-то одному. И самое главное, друзья, что в какой-то момент будет казаться, что вас бросает просто из стороны в сторону, но на самом деле вы не замечаете, как сужается это пространство вариантов, сужается эта воронка, и вы приходите к чему-то одному, просто для этого опять-таки нужно время. Например, со временем я поняла, что мне не близки очень-очень многие приемы, очень многие техники, очень многие стили. Даже если они мне нравятся визуально, я понимаю, что это не мое чисто энергетически, я не могу это из себя вынимать и класть на полотно. И, соответственно, с этим я поняла, что мое, что действительно мне нравится писать, что получается у меня легко и органично. Ну и вот, представим меня, я иду, второй, третий год, я экспериментирую, пробую разные, если вы следили за моим инстаграмом, в самом начале пути, я, господи, чего я только не делала, чуть ли не на ушах стояла, смешивала все со всем, пробовала совершенно разные подходы к живописи и графике и так далее, и так далее. И вот, и, собственно, и как же понять тогда, как сужать эту воронку и как отсеивать то, что мне не подходит, и оставлять то, что мне нравится. И я пришла к выводу, что свой стиль – это пересечение трех сфер. Опять-таки, друзья, говорю, это только исходя из своего опыта, это ни в коем случае, я не навязываю этой схемы никому, может быть, она вам будет не близка. Итак, что за три сферы, которые должны пересечься? Первая сфера – это то, что я уже повторила несколько раз, это стиль органичный вам, это то, что получается у вас легко и с удовольствием, потому что очень тяжело высасывать из пальца какие-то технические приемы, которые вам не близки, и вы просто пытаетесь их себе привить. Стиль должен быть абсолютно, опять-таки, органичный, извините, что я все время повторяю это слово, но уже не знаю, как по-другому сказать. Должен легко вам как бы даваться, и я не говорю сейчас, что технически должно быть все просто и прекрасно, вы не должны никогда ничему учиться, ни к чему стремиться, но я думаю, что вы примерно понимаете, о чем я говорю. То есть кому-то, возможно, близок, например, реализм, и копаться в каких-то реалистичных деталях, и тогда не стоит себя насиловать и пробовать прям стремиться, вот и насиловать себя, стремиться к какой-то, не знаю, к компрессионизму или к абстракции. Мне кажется, если у вас органично и хорошо получается реализм, делайте реализм. Это очень классное и современное вообще течение сейчас очень востребованное. Если вам нравится наоборот писать каким-то пятнами или мастихином огромные какие-то цветы, делайте это, потому что это то, что органично вам, и вам неорганично выписывать какие-то детали и какие-то мелкие штуковины. Бывает еще очень часто, как у меня, например. Я начала с чего-то одного и пришла в течение времени к чему-то совершенно другому, и то, что мне нравилось сначала, стало и было вроде как органичным для меня, стало не совсем органичным сейчас. То есть, эта эволюция тоже нормальная. Итак, с первой сферой разобрались. Вторая сфера — это новизна. Я знаю, я только что сказала, что вы не можете изобрести ничего нового, но на самом деле я имела в виду, что вы не можете изобрести ничего нового, что не дало бы отсылки к чему-то старому. Но что-то новое изобрести всегда можно. Вы всегда можете изобрести какой-то новый подход к композиции или к сочетанию композиции и цвета, или к каким-то конкретным сюжетам, или к каким-то конкретным приёмам. Всегда можно найти какую-то такую одну штучку, которая бы выделила вас на мировой арене и сделала бы вас узнаваемым художником. И это то, что вы должны, собственно, обрести в результате насмотренности и непрерывной работы над своим стилем, над своими работами, в принципе. То есть оно будет выкристаллизовываться со временем и обязательно появится у вас. И вы это даже как бы возьмёте на заметку и будете вокруг этого выстраивать свои работы, выстраивать свои коллекции, выстраивать дальнейшие планы на работу. То есть это какие-то такие вещи, которые должны просто прийти к вам со временем. И третье, я бы хотела сказать, что это всё-таки востребованность. Я сейчас говорю только за себя, ну и ещё за каких-то художников, которые думают так же. Но я считаю, что если вы занимаетесь творчеством профессионально и вы хотите всё-таки зарабатывать деньги или у вас нет какой-то посторонней работы, то очень важно, чтобы ваше искусство было востребовано и приносило вам какой-то доход. Потому что, мне кажется, очень недолго можно продержаться просто на ощущение того, что ты делаешь что-то, что тебе нравится. И не важно, что это никому не нравится и никуда не продерживаться. И не продаётся и никому не нужно. Я не хочу обескураживать сейчас никого из художников, кто, например, находится в такой ситуации и действительно видит, что их творчество не востребовано. У меня есть какие-то работы, которые не востребованы, которые я по-прежнему очень люблю. Но я отдаю себе отчёт, что это работа для меня. Это работы не коммерческие, не продажные. Они, скорее всего, либо никогда не продадутся, либо очень долго не продадутся. Это те работы, на которые я не ставлю карту, что они должны меня как бы кормить, я должна на них зарабатывать деньги. Я даю себе отчёт в том, что это просто работы ради чистого, как я это называю, искусства, потому что мне было по кайфу помахать кисточкой и сделать это. И вы тоже должны отдавать себе в этом отчёт, если вам важно, чтобы ваше искусство вас как бы кормило, чтобы вы на этом зарабатывали деньги, а не просто занимались этим как хобби. И вот на пересечении этих трёх сфер новизна, органический вам свойственный подход к живописи и востребованность лежит, собственно, ваш заветный стиль. Опять-таки хочу повториться, что очень важно не спешить к этой точке, потому что я по собственному могу сказать, что спешка просто вас собьёт с пути истинного. Вы будете думать, что, а, вот я нашла свой стиль, вот это мне нравится и вроде хорошо заходит и продаётся и мне вроде по кайфу писать. И там какие-то другие есть предпосылки к тому, чтобы вы так думали. Дайте этому моменту время, не спешите с выводами вообще. То есть, я не знаю, сделайте коллекцию работ в этом стиле. Если вы сможете сделать, например, 10 до 15 работ в похожей стилистике, уже можно задуматься над тем, что, возможно, да, возможно, это ваше, и вы можете продолжать писать и творить в этом стиле. Тут ещё, например, очень важно понимать, что стилистика, она не подразумевает того, что вы будете работать исключительно только каким-то одним материалом. Я это слышу очень часто, что люди такие, ну почему я не могу работать только акварелью или только гуашью? Вот мне надо обязательно и пастель, и там ещё что-то попробовать, и акрил мне нужен, и масло. Друзья, вот над этим вообще можно не заморачиваться. Сколько художников, которые писали в разных техниках и при этом сохраняли единство стиля? Мне кажется, это совершенно не проблема. Зачем вы так себя загоняете? Не знаю, у Серебряковой были прекрасные пастели, но при этом она также писала очень классно гуашью или там акварелью. Не говоря уже там о каком-нибудь Пикассо, который совершенно невероятно писал и маслом, и делал коллажи из бумаги, и делал скульптуры. То есть человек вообще себя ничем не ограничивал, и разве можно сказать, что у него не было какого-то единого стиля. Мне кажется, вообще отбросьте эту мысль и просто пытайтесь, например, если вам некомфортно работать в одной технике, можно создать коллекцию работ, связанную в одном стиле, связанную одним стилем, и при этом в разных техниках. Мне, например, эта мысль очень близка. Знаете почему? Потому что я очень устаю работать в одной и той же технике постоянно. Я такой человек, то есть я, в принципе, склонна к экспериментам, и ограниченность как бы одной стилистикой она мне не дается уже тяжело. Мне это в удовольствие, мне нравится, мне это органично, но ограничивать себя каким-то одним материалом мне очень сложно по-прежнему. То есть я, в принципе, себя вообще не ограничиваю материалами. Я только стараюсь придерживаться какой-то определенной стилистического вектора, чтобы нарабатывать вокруг этого ядра, как мы уже сказали, наращивать мяско, и там, собственно, скелет, который и приведет вас к творческой какой-то к творческому крещенду, так скажем. Ну, в общем, чтобы подытожить это очень длинное видео, хочется сказать, что, конечно, сколько художников, столько мнений, и, скорее всего, есть какие-то другие ребята, которые скажут вам, что стиль это то, а не это. Мне кажется, очень важно прислушаться к себе, понимать, что действительно работает для вас, что является органичным, уж простите мне за это слово, что я его так часто повторяю в этом видео. Не могу найти ему хорошую замену. Действительно, очень важно, чтобы все это ложилось на вас как хороший, качественный костюм, потому что в синтетике, в перекошенных лекалах ходить очень-очень тяжело. А это все-таки что-то, к чему вы, ну, в идеале будете заниматься какое-то длительное время и выстраивать отношения с этим стилем. Друзья, надеюсь, это видео было вам полезным. Простите, что оно было очень длинное. И, если честно, я всегда признаюсь, что мои видео всегда пишут без сценария. Это живая речь, потому что я не очень люблю сама слушать видео, которое снято по сценарию. Это очень всегда слышно в речи блогера. И мне кажется, очень важно и приятнее гораздо слушать живую речь. Я желаю вам обрести ваш стиль как можно скорее, чтобы вы просто отбросили уже эту мысль и не тратили свою энергию на это, а просто сконцентрировались на работе и могли бы просто посвящать свое время творчеству и радости от того, чем вы занимаетесь. Спасибо вам за внимание. Не забудьте, пожалуйста, что у меня есть патреон, в котором собрано очень-очень много классных материалов, видео, обзоров, текстовых, классные картинки, подборы моих вдохновляющих художников. И ссылку на патреон я оставлю внизу. Так что не забудьте прийти, подчекать, подписаться, и, конечно, поставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться, нажать колокольчик, потому что будет еще очень много классных видео на YouTube-канале. Спасибо за вашу поддержку и до скорой встречи. Пока!